Офис управляющей компании «Пиккомфорт» в микрорайоне Левобережный штурмует полсотни человек. Консьержам многоквартирных домов многие месяцы не платят зарплату. Денег не хватает даже на еду. За начальство в управляющей компании отдуваются рядовые сотрудники. Говорят, вахтеров нанимают подрядные организации, которые «Пиккомфорт» якобы платят исправно. К ним и все претензии. Это немножко не наш вопрос в том плане, что у нас есть договор с подрядной организацией. Мы не распределяем зарплату по объектам или по сотрудникам. Это уже вообще не наш вопрос. Подрядные организации утверждают, что деньги не выделяют. Телефоны руководителя подрядной организации молчат. Люди говорят, он часто меняет номера. Да и сами компании меняются нередко. Они же не выплатят где-то 3-4 месяца или 2 месяца. И сразу фирма меняется. Берут с нас часто, достаточно часто. Берут с нас копии наших документов с целью нас трудоустроить, оформить хотя бы подговору. Мы ждем, ждем, мы так и не дожидаемся. Значит, выходит, что? Они пользуются нашей вот этой некомпетентностью. И что они делают? Они, значит, эти деньги. Куда они наши деньги? Ведь все платят. Все еще зафикают нас. Не думайте, скажут, что за заплату не платят. Они поняли свою безнаказанность. Они поняли, что им все сходит с рук, что над нами можно вот так издеваться. Жители многоквартирных домов не остались в стороне. Вышли поддержать консьержей. Вопиющее вообще безобразие. Отвратительное. Постоянно людей кормят завтраками, обещаниями. Уже, блин, не первый год, наверное, я наблюдаю вот эти вот обещания периодически. Невыплата заработной платы консьержам в Химках случай не единичный. Люди бастуют и в других микрорайонах округа, дома которых обслуживает управляющая компания «Пик Комфорт». Так, на улице Горшина в новогодние праздники консьержи не выходили на работу. На посту оставляли записки с претензией к управляющей компании. Жильцы отнеслись с пониманием и старались хоть как-то поддержать людей. Где в магазине займем, где вот жители нам помогают. У меня лично вот шлагбаум есть, люди за шлагбаум платят. Вот этим перебиваемся. В администрации города сообщили, что ведут переговоры с управляющей компанией «Пик Комфорт». Эта ситуация уже повторяется неоднократно. На моей памяти это второй раз. В том году такая же ситуация была. Идут переговоры с представителями группы компании «Пик Комфорт». О том, чтобы, во-первых, таких ситуаций больше не повторялось это раз. А во-вторых, чтобы, собственно, своевременно была выплачена и выплачивалась заработная плата. И консьержам, и дворникам. С 1 января 2022 года управляющая компания «Пик Комфорт» решила повысить размер платы за содержание и ремонт общего имущества в ЖК «Юбилейный». Ну а по консьержам с совхозной улицы, которые обратились в правоохранительные органы, с жалобой о невыплате заработной платы, уже начата проверка. А пока они продолжают работать, говорят, что чувствуют ответственность перед жильцами, которые исправно оплачивают услуги ЖКХ. Редактор субтитров А.Семкин